Я продолжаю рубрику, в которой отвечаю на самые популярные вопросы касательно разной бытовой техники. В этот раз тема видео обогреватели. Сжигают ли они кислород? Опасны для здоровья? И могут ли взорваться? Давайте найдем все ответы. Инфракрасные обогреватели вошли в нашу жизнь постепенно. Сначала они появились в торговых центрах, кафе и магазинах, а уже после добрались и до наших с вами жилищ. Но прежде чем впустить это тепленькое свечение в свой дом, некоторые особо бдительные хозяева задаются вопросом, а не опасно ли оно для здоровья? Сразу скажу, что при правильном использовании домашний инфракрасный обогреватель абсолютно безопасен. Но есть несколько правил. Во-первых, такой обогреватель не рекомендуется вешать прямо у себя над головой. Да и вообще ставить в таком месте, где он будет постоянно светить на человека, особенно ночью. Во-вторых, не нужно переусердствовать с мощностью и покупать себе домой какой-нибудь промышленный вариант, который создан для обогрева ангаров. Тут правило больше и лучше не работает, так что проконсультируйтесь с продавцом насчет необходимой мощности для вашей комнаты. Ну а во время установки направляйте обогреватель на свободный участок жилища, например, пол или стены. Так от инфракрасного тепла будет одна польза и экономия, ведь прибор греет не воздух, а буквально комнату, которая будет дольше держать тепло. Следующий вопрос касается безопасности масляных обогревателей. Как известно, внутри этих отопительных приборов находится минеральное масло, которое греется тенами. После достижения заданной температуры тены отключаются, а масло продолжает постепенно отдавать тепло. Судя по всему, одна только польза. Но откуда тогда случаи протечек масла и слухи о взрывах? Как и с любой другой техникой, опасность представляют некачественные подделки, купленные где-нибудь да подешевле. В таких обогревателях может не сработать терморегулятор, тогда масло закипит и протечет наружу через слабое место в корпусе. Поэтому лучше не рисковать своей безопасностью, покупая дешевые подделки бытовых и тем более отопительных приборов. Не важно, масляный обогреватель это фен или обычная плойка. Тут лучше не экономить и выбирать проверенный магазин, где приборы будут качественные и, главное, с гарантией. Это еще один из самых часто возникающих вопросов. Конечно, хочется включить домообогреватель, оставить его с утра и уйти на работу, а к вечеру вернуться уже в теплоту. Но одно из самых важных правил пожарной безопасности гласит, что нельзя надолго оставлять электрические приборы без присмотра. Если вы все же решитесь на это, то, по крайней мере, выбирайте такой прибор, которому можно доверять. И я говорю не только о проверенном производителе, это само собой. Главное, чтобы у него было как можно больше защит, так сказать, на все случаи жизни. Также убедитесь, что все правильно установлено, проводка в порядке, ну и домашние животные никуда не влезут. В основном производители сами указывают площадь помещения или улицы, на которую рассчитан их отопительный прибор. Ведь у каждого типа могут быть свои особенности. Но если вам нужно прикинуть ваты самостоятельно, то можете отталкиваться от следующей формулы. 100 ватт мощности на 1 квадратный метр. Так, на комнату площади 15 квадратных метров потребуется полтора киловатта. Такие расчеты можно делать, когда обогреватель будет использоваться как дополнительный источник тепла. Ну а если кроме него в доме вообще не будет отопления, то формула куда сложнее. И лучше считать со специалистом. Вопрос про высушивание воздуха, пожалуй, самый популярный. Я думаю, многие замечали, что уже после 15 минут работы мощного тепловентилятора воздух действительно становится суше. Многие производители этим пользуются и то и дело заявляют, что вот их обогреватель воздух не сушит. На самом же деле абсолютно все обогреватели сушат воздух. И дело тут не в типе прибора, а в элементарной физике. При нагревании воздуха неизбежно уменьшается его относительная влажность. И чем быстрее вы прогреваете помещение, тем более заметен этот эффект. И не важно, работает тепловентилятор, ИК-обогреватель или масляный. Егрометр обязательно покажет падение влажности. Отсюда и разница в ощущениях между обогревателем, гоняющим воздух и почти мгновенно повышающим его температуру, и прибором, который отдает тепло менее агрессивно. Если никуда не спешите, то выбирайте второй тип. Ну а если важно нагнать быстро тепло, то тут никуда не деться. И лучше обзавестись еще и увлажнителем воздуха. И еще довольно часто можно услышать вопрос, а не сжигает ли этот обогреватель кислород? Опять же, ни один обогреватель кислород не сжжет. Потому что кислород не горит, он может лишь тратиться на горение чего-то. Вот если вы любите подтапливать конфорками на кухне, а окна закрыты, тогда да, через какое-то время в помещении станет меньше кислорода. Ну хорошо, тогда почему из-за некоторых обогревателей тяжело дышать и болит голова? Причин несколько. Тяжело дышится прежде всего из-за резкого падения влажности воздуха. Об этом я рассказывала в ответе на предыдущий вопрос. Неприятный запах и головная боль могут появляться из-за дешевого пластика в обогревателе или подгоревшей пыли на открытом нагревательном элементе. Еще вот такая открытая и раскаленная докрасна спираль может греться аж до 1300 градусов, что запускает реакцию окисления азота. Оксид азота как раз и может быть причиной головных болей. Но хорошо, что такие ядреные обогреватели уже ушли в прошлое, оставив после себя только прижившиеся мифы и вопросы. В большинстве современных моделей спирали так не разогреваются или попросту спрятаны в защитную оболочку. Вот такие вопросы можно чаще всего услышать в адрес обогревателей. Пишите, какими типами этих источников тепла пользуетесь вы и делитесь их достоинствами и недостатками. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Также узнайте ответы на популярные вопросы о микроволновках и стиральных машинах. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok